Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Многие из нас с вами являются владельцами недвижимости. Вопрос – насколько счастливы сегодня владельцы недвижимости? И то ли наше с вами владение доставляет нам удовольствие и повышает качество жизни, то ли является источником проблем и каких-то нерешенных вопросов. Вот ситуация порой бывает разная. Для того, чтобы разобраться в океане этих вопросов, а их действительно очень много, мы сегодня пригласили эксперта, генерального директора ООО «Геодезическая компания Геоцентр» Минченко Евгений Андреевич. Итак, Евгений Андреевич, мы с вами прекрасно понимаем, что проблем может быть достаточно много в отношениях земельных, имущественных и прочее. Динамично меняющиеся законодательства. Вот как себя избавить от каких-то острых моментов, как их правильно и своевременно решить, что нужно правильно сделать. Вот мы с вами понимаем, что человек может, скажем так, броситься в океан этих вопросов, на плоту и в одиночку пытаться с ними справиться. Либо он привлекает в себя соратников, помощников, тех, кто будет ему подсказывать, помогать и оберегать, и на комфортном лайнере будет радоваться жизни и довольствоваться владением имущества, которое будет не источником проблем, а источником наслаждения. Вот, наверное, так. Мы с вами понимаем прекрасно, очень много вопросов возникает в отношениях между соседями. Вот эта дачная амнистия, как она происходит, как правильно и насколько своевременно нужно и насколько оперативно действовать, оформляя недвижимость. Вот этот круг вопросов давайте попытаемся сегодня в рамках вот этого быстротекущего часа осветить для наших с вами телезрителей и помочь им разобраться. Вот действительно в океане этих непростых вопросов. Скажите, во-первых, почему вы избрали для себя это направление деятельности? Как долго вы на нем? Ну и кратко о себе. Да, здравствуйте еще раз. Как я к этому пришел? Получается так, что когда стал выбор передо мной, в какой институт идти, то есть после 11 класса, случайно, не случайно, я увидел специальность городской кадастр. На то время она еще была новая, но меня привлекло то, что какие вопросы решаются. Вопросы с землей-то там решались. Вопросы, то что можно было работать как, условно говоря, и на улице, так и в помещении. На улице там говорилось так то, что вы можете работать как геодезистом, можете работать как юристом. И меня это впечатлило. То есть многоплановая, разная работа, которая требовала и, допустим, оперативных решений, и не имела каких-то вот таких шаблонных, утомительных, однотонных процедур, а каждый раз какие-то новые задачи приходилось решать. Так точно, да. И поэтому, когда стал выбор идти на юридический, либо на юридический, но с уклоном еще в земельное право и в геодезию, тут уже перевесил, соответственно, Тверской государственный политехнический университет со специальностью городской кадастр. Получается, в 2006 году я его окончил, потом поступил на службу, можно так сказать, в администрацию города. Там решали вопросы тоже землеустройства и кадастра. Потом состоялась служба в федеральном БТИ. И уже только потом было принято решение о том, чтобы открыть нашу организацию с накопленным тем опытом, который уже имелся, и с теми возможными изменениями, которые хотели внести именно в организацию работы и организацию предоставляемых услуг, которые мы хотели дать. То есть в течение вот этих 14 лет вы прошли путь, набирая опыт, знания, и в каком году была организована вот уже ваша организация? В 2011 году, получается. То есть вы практически уже 10 лет существуете, и это уже будет в следующем году? 10 лет, получается, как организация непосредственно, но до этого мы, соответственно, работали над опытом. Это понятно. Имеется в виду, что в самостоятельной плавании вы вышли уже практически 10 лет. То есть это достаточно серьезный период, который подтверждает уже, ну, скажем, и опыт, и то, что вы уже востребованы, потому что за 10 лет все могло бы 10 раз лопнуть, и все остальное. Но все-таки что вас подвигло к тому, чтобы уйти в это самостоятельное плавание? Подвигло, конечно, качество оказываемых услуг. То есть, ну, буду говорить прямо, то, что когда приходишь в большую организацию, человеческий фактор, то есть общение человека с человеком... Размытый. Размытый, это двигается на второй уровень. То есть это всегда отношение такое формальное. Нам же хотелось, когда мы организовали нашу организацию, чтобы это было максимально приближено к честности и к тому, то, что человечность... Зарабатывать, но при этом приносить пользу людям, и чтобы люди, уходя от вас, были вам благодарны, а не наоборот. Потому что действительно сегодня, ну, динамично меняющееся законодательство, масса всевозможных неурегулированных вопросов. Вот представляете, когда два соседа, когда-то мирно существовавших, да, становятся кровными врагами, прям, я не знаю, страшнейшими врагами, из-за каких-то пяти сантиметров спорной границы, да. Ну, это я утрирую, там, может быть, пять, может быть, три, может быть, двадцать сантиметров. Но разве стоят вот эти сантиметры потраченных лет человеческой жизни? Разве не проще эти вопросы решать цивилизованно, ну, и так, как это подобает? Тем более, что, наверное, есть возможность помочь этим людям. Сергей Николаевич, я вам даже больше скажу, это не утрируете вы, это суровые факты, которые есть. То есть, бывает пять сантиметров, бывает десять, бывает пятнадцать сантиметров. Можно этот вопрос решить формально, то есть сказать, а можно по-человечески то, что, ребята, вот граница у вас вот здесь вот, ну, смотрите сами, с соседями вам еще жить, соответственно, жить, существовать, вы или будете с ними, или враждовать, соответственно, полоска пять сантиметров, она вам счастья много не принесет, это факт. Нужен компромисс в этих ситуациях. Нужен компромисс, соответственно. Или вы по два с половиной сантиметра разделите, вот, несмотря на межевой знак. Погрешность положения межевого знака в городе, она составляет у нас десять сантиметров. Соответственно, он может быть влево, может быть вправо, в зависимости от точности приборов, от калибровки, от всего остального. И, соответственно, воевать из-за пяти сантиметров. Стоит ли оно того? Стоит оно. То есть, нужно уметь договариваться и правильно оформлять документы для того, чтобы, ну, допустим, вот возникли споры по участку, по границе, и долгое время жить в конфликте, испытывать неудобства, постоянные стрессы, ну, стоит оно того. И дальше передать эти проблемы по наследству своим детям и внукам, наверное, надо ставить просто вовремя здесь точку и находить вот такое цивилизованное здравое решение. И я так понимаю, что вы как раз и готовы, вот, в частности, и в таких вопросах оказать помощь нашим землякам. Да, так и есть, Сергей Николаевич. Смотрите, какая ситуация. То, что когда человек приходит и говорит, у меня уже граница есть, вот, он уверен в своей границе. Я тогда спрашиваю, а как вы поняли, что у вас граница? Ну, что у вас координаты, которые у вас в документах ваших соответствуют на местности. И тогда, ну, человек говорит, а я получил в наследство, и этот забор был. Но забор имеет свойство быть ветхим, падать, соответственно. Кто поставил забор, условно говоря, то... Ремонтируют. Ремонтируют. И вот эти вот 5-20, а если сосед, ну, получается, хитрый попался и сказал то, что я ремонтировал, поэтому я имею право на 30 сантиметров подвинуть. И получается так, что на 30 сантиметров подвинул. Но 30 сантиметров, это уже не 5 сантиметров. Я понимаю, что даже вот тот же забор, если вот устроить столбы и обшить их с одной стороны, допустим, забором, это одна будет площадь, а если с другой, пусть это может быть немного, но вот они 10 сантиметров, которые вполне могут стать причиной серьезных противоречий, скандалов и конфликтов. Я думаю, что мы сейчас продолжим после нашей короткой паузы обсуждение этих вопросов. Итак, мы вновь в студии, и помогает нам разобраться в океане проблем, связанных с земельными, кадастровыми, прочими спорами, генеральный директор ООО «Геоцентр» Минченко Евгений Андреевич. Евгений, пожалуйста, продолжаем с вами тему. Итак, ну вот эти споры, которые все-таки действительно могут возникать, им надо когда-то положить конец, и вот действительно 10 сантиметров с одной стороны, 10 с другой. Как вот здесь тогда прийти к общему знаменателю, что называется, и поставить такую жирную точку и избавиться от бессонных ночей, проблем и каких-то бесконечных споров и сон? Единственная жирная точка, которую здесь можно поставить, это будет вызвать специалиста и заказать услугу вынос границ земельного участка. То есть мы приезжаем с высокоточным оборудованием, которое помогает до 1 сантиметра показать, где точно проходит граница. И тогда уже... Минимизируете причину самого конфликта. Минимизируете, да. Даже если забор стоял в другом месте, как раньше делалось. Раньше делалось с помощью того, что вот мой забор, от моего забора отсчитывай свой земельный участок. Но сейчас у каждого земельного участка есть своя координата. У каждого земельного участка, повторю, есть границы, и у этих границ есть свои координаты у поворотных точек. Каждая точка, которая там, скажем, имеет, она обозначена уже с привязкой к геоданнам. Геоданнам. И эти все геоданные хранятся в управлении Росреестра, соответственно. И их, соответственно, можно посмотреть. Я сразу могу оговориться, что есть такой ресурс, он публичный, он так и называется, публичная кадастровая карта. И если у кого-то сейчас есть какие-то споры или еще что-то... Непонимание каких-то, да, моментов? Непонимание. Может, первым делом вы рекомендуете все-таки прийти к этому источнику? Открыть в интернете публичная кадастровая карта. Есть у каждого земельного участка свой кадастровый номер. И в поисковой строке в публичной кадастровой карте просто забить этот кадастровый номер, и там будет показано, есть ли вообще у этого земельного участка границы. Потому что зачастую бывает то, что границ и нету. То есть они могут быть неопределены, да? Да, то есть вроде бы документы есть, а границ как таковых нет. До какого года такие могут быть участки оформлены, скажем? Хороший вопрос, то что до 2007 года у нас в Тверской области существовала своя система координат. После 2007 года государством было принято решение, чтобы сделать... Унифицировать. Унифицировать, чтобы она была... У нас теперь глобуса Тверской области отдельного не существует. Потому что я вам скажу, вот у одного из прошлых губернаторов у него в кабинете стоял подаренный глобус Тверской области. Ну как раз в эти годы, может быть, тогда и были как раз у нас свои координаты. Ну, может быть, это было плюсом, может быть, минусом, но, наверное, унифицированная вот такая система координат, она, наверное, позволяет все-таки более точно и более четко все-таки разграничить участки и оформить их надлежащим образом. Правильно я понимаю? Все так. И это также позволяет работать, так сказать, со всей Россией. То есть каждый человек, находясь, допустим, в Твери и имея свою недвижимость в Воронеже, пускай или еще где-то, он может открыть карту и посмотреть, есть ли у него границы, надлежащим образом ли они оформлены. То есть карта позволяет это сделать. Вы можете оформлять документы только Тверской области или вы можете помочь и оформить документы на участке и недвижимость, которая расположена, скажем, далеко от Верхневожья, в пределах Российской Федерации? Сейчас законом дозволено оформлять с помощью вот этого ресурса, который является публичным. Нам также, как кадастровым инженерам, дозволено и в других областях то же самое вести свою кадастровую деятельность и оформлять... То есть какое-то лицензирование требуется для этого вида работ и, естественно, получив вот эту лицензию, вы обретаете право осуществлять целый ряд операций, которые имеются с землей, с недвижимостью, находящиеся в пределах Российской Федерации. Потому что в пределах Российской Федерации действуют одни и те же законы. У нас же Российская Федерация... У нас единая страна, единое государство, единый свод законов. Это вполне резонно. То есть уже не нужно, находясь в Твери, решать, допустим, вопросы, как вы правильно сказали, в Воронеже или в Томске, грубо говоря. Ехать туда незамедлительно. Можно привлечь специалистов, которые... У вас в практике такие вопросы тоже были? В практике мы стараемся пока свой объем решать ближнее. То есть это Московская область, Ярославская область, Новгородская область. А вы готовы выходить на более, скажем, отдаленные рубежи? Готовы. То есть сейчас нам это дозволено выполнять и, соответственно, нет... И готовность у вас есть. И готовность. И ПТУПА. Там же требуется, может быть, какое-то оборудование, знание, владение определенными технологиями. То, что мы вопрос подняли, то, что система координаты, так как когда ее унифицировали, соответственно, нам с помощью этой унификации, то есть мы можем определить, какая координата в каждой точке России. И наше оборудование, которое у нас есть, у нас же организация не только кадастровые вопросы решает, она еще решает, получается, и геодетические вопросы. Вы расскажите более подробно, потому что я так чувствую, что мы только затронули маленький краешек тех возможных вопросов, которые вы в состоянии решать, ну и помочь нашим с вами землякам найти какую-то помощь для себя в тех проблемах, которые у них могут быть или были. Непосредственно плюсом нашей организации является то, что у нас есть лицензия на геодетические изыскания. Что такое геодетические изыскания? Это то, если простыми словами и на пальцах, то что... Нефтищики. Что? Нефтищики. Это чуть-чуть другое. Это геология и все остальное. А геодезия — это то, что мы можем нарисовать карту любого земельного участка. То есть собрались построить дом, не знаете, где труба, водопровода, газопровода и всего остального. Мы нарисуем карту земельного участка, покажем, где стоят какие, получается, сооружения, какие коммуникации проходят рядом. То есть это все включает в себя геодезия. То есть не нужно брать там какие-то справки, бегать за экипировками, там сетей и прочее, прочее. Вы в состоянии вот такую услугу тоже оказать, потому что это важно, особенно для тех, кто собирается заняться вот там стоятельно вновь строящимся каким-то объектом индивидуального жилищного строительства, которое сейчас получает все большую популярность. Согласитесь, но в России уж грех в России жаловаться на отсутствие земель, да? У нас территория сумасшедшая. Когда-то мы были одним большим государством, одна шестая часть суши, ну сейчас чуть поменьше стали. Но земли предостаточно. И, наверное, сегодня есть необходимость вот, может быть, расширять малоэтажное строительство. Многие переезжают сегодня в пригороды, но возникают споры, возникают вот непонятные вопросы. Вот, в частности, где-то на Дальнем Востоке грозились там одарить всех гектаром бесплатным, да, вот наших сограждан. Но, как мы знаем из практики, возникло очень много скандальных ситуаций, потому что интерес к одному и тому же гектару, может быть, более лакомому, появлялся у одних, у вторых, у третьих и у пятых. Хотя, может быть, там сотни других гектар не вызывали ни у кого потом интереса. Поэтому очень важно, здесь очень много вопросов, это, ну вот, целый огромный пласт. А для наших телезрителей и радиослушателей я хочу напомнить телефон прямого эфира. Друзья, 300-190. Мы сегодня можем с вами, пользуясь вот такой редкой возможностью, задать вопросы нашему гостю, который профессионально уже на протяжении многих лет владеет этим и занимается, руководя серьезной геодезической компанией. Так что вот я понимаю так. Скажите, по поводу земли, вот гектара, о котором я вам сейчас только что упомянул, какие-то у вас возникали заинтересанты или, может быть, что-то связанное с Тверским регионом, вот то, что вам бы запомнилось? По поводу той темы, которую вы сейчас подняли. Первое, на что стоит обратить внимание, когда вам или предлагают участок, или вы собираетесь купить участок, посмотреть фактические его границы. И категория земельная, наверное, важна. Фактические его границы, когда вы покупаете земельный участок, в любом случае вам дают вот бумага, вот вам выписка из Единого государственного реестр недвижимости, там написан кадастровый номер. И бывает такое, что адрес еще не присвоен, если это поле большое. И вам говорят, участок вот здесь. Соответственно, а здесь ли он находится? Вы можете, так сказать, стать, ну я употреблю это слово, жертвой обмана. В каком плане? В том плане, то, что вам показали здесь, вы доверились. А участок может находиться в совсем другом месте. Он может находиться в другом месте. Это еще одно подтверждение того, вот, друзья мои, если кто-нибудь из нас получит важное письмо, ну, письмо, содержащее очень важную, жизненно важную для нас информацию, но оно будет на китайском языке. Что мы с вами будем делать? Ну, я думаю, что маловероятно, что большинство резко приступит к изучению китайского языка. Я думаю, что, наверное, все-таки люди пойдут более простым, коротким и эффективным путем обратиться к переводчику. Но почему-то в земельных вопросах зачастую люди считают себя токами, профессионалами в состоянии решать самостоятельно те или иные задачи, которые ставят нам жизнь и конкретные обстоятельства. Я думаю, что вот в этой ситуации тоже нужно вспоминать о том, что сказал когда-то Иван Андреевич Крылов, что пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Соответственно, каждым делом должны заниматься профессионалы, насколько я понимаю. Потому что вот даже правильно вы упомянули этот пример, наличие документов не всегда поможет разобраться, а где фактически находится этот участок, где его границы, особенно если это поле, если этот участок еще вот надлежащим образом, как мы для себя это представляем, там не размежован, не поставлены номера, границы и все остальное. Вот здесь как можно без профессионалов изобраться? Я думаю, никак. Никак. То есть именно это должен выехать, соответственно, специалист с оборудованием. Это уже прошел тот век, когда мерили от соседей, то есть виха специальная была, такое уже нет. То есть у каждого земельного участка, у него уже есть свой статус, и он уже кому-то принадлежит. Или он в собственности у граждан, либо, соответственно, в государственной собственности. Но тоже земли ведь еще надо нам не забывать, они бывают разных категорий. Как вот здесь не нарваться на сельхозку, на земли лесфонда и прочее. Потому что могут быть документы как бы одни, да, вот человек может действительно просто заблуждаться, и к великому сожалению, могут быть и недобропорядочные участники этого рынка. Поэтому важно себя обезопасить. Ведь многих сегодня интересует где-то кусочек земли, где можно построить загородный дом рядом с речушкой. Вот здесь надо понимать, что здесь есть тоже определенные ограничения. Там зона отвода и прочее, и прочее, и прочее. Потому что кто-то пока, вот у меня здесь речка, вот это все ваше, вот, пожалуйста, документы и все остальное. Когда человек начинает реально вступать во владение участком, он начинает ощущать целый круг нерешаемых проблем. Оказывается, это нельзя, коммуникации нет, здесь проход, здесь сервитут. Значит, нужно все-таки тогда получить предысторию, да, прежде чем вот такой шаг на приобретение делать. Предысторию, да. В чем заключается предыстория? Первое, что если сознательный гражданин собирается купить земельный участок, пускай придет к специалисту. Так же, как если он заболел чем-то, пускай придет к специалисту, который уже 10 лет с этим сталкивался. И тут для нас те проблемы, которые вы выучили, это для нас стандартные вопросы. А для людей это проблемы. Вот для вас это работа, а для остальных это головная боль, с которой они живут и зачастую не знают, как подойти. Многие готовы были бы обратиться к специалистам, но не знают, где таких найти. Вот, где вас-то найти? Мы не скрываемся, мы не скрываемся. Мы находимся улица Мусоргского, дом 12, офис 312. Либо звоните по телефону, это непосредственно наш рабочий номер, 8 952 090 9212. Ну, мы еще раз повторим этот номер в конце программы, еще раз повторим для наших зрителей координаты организации, адрес, все остальное. Ну, и теперь еще давайте все-таки, может быть, Евгений, поговорим, вы раскроете более широкий спектр услуг. Вот вы говорите о том, что вы в состоянии проверить участок до совершения сделки в соответствии его тем географическим или геодезическим точкам, которые указаны в государственном реестре. На соответствие. То есть, вы помогаете решить вопросы с неурегулированными какими-то пограничными спорами. Мы с вами понимаем, что у нас действует дачная амнистия. И государство зачастую дает очень мощный инструмент людям, помогая, в общем-то, скажем, решить строительные вопросы, не озадачиваясь там подготовкой серьезной профессиональной документации и многое-многое другое. Евгений, дачная амнистия. Понятно, что для многих это благо, для многих это непонятно, как воспользоваться. Что вы можете об этом сказать? Ведь, на мой взгляд, это возможность упростить процедуру построек каких-то вот хозяйственно-бытовых, прочих. Потому что много и сложно, когда это для людей неприемлемо. А когда вот такой короткий путь, почему бы им не воспользоваться? Но опять, это нужно делать умело, потому что это всего лишь навсего инструмент. Топором можно построить дом, а другой этим топором может отрубить себе палец или другому руку. Поэтому нужно правильно этим инструментом воспользоваться. Расскажите, дачная амнистия, что вы можете в этом... Хороший пример по поводу топора. С этой дачной амнистией у людей такие, ну вот сейчас приходят такие заблуждения. То есть, вплоть до того, что хотят зарегистрировать многоквартирный жилой дом по дачной амнистии. То есть, приходили люди и говорят, вот мы собираемся строить дом. Стоит ли нам вообще заморачиваться с разрешением, когда по дачной амнистии в ней написано, что никаких разрешений, а сейчас это называется уведомление о начале строительства, этого ничего не требуется. Нужно понимать то, что такое дачная амнистия. Дачная амнистия – это упрощенный порядок оформления нашей недвижимости. Но только для каких-то категорий. Для индивидуальных жилых построек, соответственно. И хозяйственно-бытовых. И хозяйственно-бытовых. Но индивидуальных, значит, мы на этом должны поставить очень жирный акцент. Да. И сейчас, вот до, получается, марта следующего года, уже осталось, ну, получается, сколько? Совсем немного времени. Немного совсем. Да. Нам государство… Чуть больше полугода. …позволяет на наших дачных участках сделать так, что мы можем на дачный свой земельный участок поставить индивидуальный жилой дом. До этого это нельзя было сделать, потому что, если хочешь поставить индивидуальный жилой дом на дачный участок, оформляй разрешение. Но в то же время это разрешение не выдает администрация города, потому что это у тебя дачный участок. Сейчас, до марта, получается, до первого марта следующего года. Вот этой упрощенной системе, это можно сделать. Значит, какой порядок? Вот хорошо, построили, допустим, дом. Как лучше это сделать? Все-таки проконсультироваться до начала строительства? Или, если уж такая ситуация возникла, то сразу же бежать, наверное, к специалистам и говорить, «Ребят, вот у меня вот такая ситуация, вот мой участок, вот мой дом, значит, вот я его построил, мне нужна ваша помощь, как его оформить». Правильно? Сейчас именно вот как раз такое время, и оно ограничено, получается, вот по срокам, то есть каждый для себя сам определяет, насколько оно ограничено, до первого марта. До первого марта, если уже дом построен, его, соответственно, можно зарегистрировать как индивидуальный жилой. И прописаться, получается, на своей даче, как индивидуальный жилой дом. То есть, пока государство это позволяет. Что будет после первого марта, неизвестно. Ну, я надеюсь, что вот через вот эти неполных полгода, которые остались, да, указанные даты, все-таки возможность возникнет пролонгации этого, но и она может и не наступить. Поэтому лучше все-таки здесь ускориться, потому что, я думаю, если в последний момент начать что-то решать, скажем, в феврале, то это будет непросто. Хотя важно ведь подать документы, насколько я понимаю, до указанной даты. То есть, до первого марта. Правильно говорите. И тут получается так, что у нас начало же было до первого марта этого года, и потом опять продлили. А до этого было до первого марта прошлого года. Продлиться или нет, это пока неизвестно. И так получается, это вот русская такая вот традиция, то есть, оставляем все до последнего. Да, действительно, был аврал просто заявок, которые люди хотели в упрощенном порядке оформить свою недвижимость. Это такое есть. Тут вопрос для каждого свой. То есть, кто как привык. Если привык в режиме аврала работать, пожалуйста. Если есть возможность это сделать сейчас, подать документы, и это ничего не мешает, то пускай специалисты занимаются, соответственно, своим делом. То есть, процедура будет запущена, и в нормальном штатном режиме, без спешки, за умеренные деньги, потому что любой авраловый вопрос, он потребует дополнительных затрат, и эмоциональных, и денежных, насколько я понимаю. Потому что любая срочность, любые какие-то экстремальные условия, они будут соответствующим образом прокалькулированы. Все правильно, то есть, мы в своей организации стараемся держаться в политике открытых цен. То есть, если нам человек говорит то, что приходит и говорит, нам нужно вчера, мы сразу же говорим то, что вчера на нашем языке, это длится вот такой-то срок. То есть, мы ставим конкретные сроки. То есть, тут мы говорим просто, что даже если собрать в одном месте 9 беременных женщин, за месяц они не родят. То есть, абсолютно понятно, что есть процедура, которая займет четкое временное протяжение. Так и есть. То есть, есть понятие регистрации, есть понятие выехать на местность, обработать ту съемку, есть понятие собрать этот технический или межевой план, чтобы подать на регистрацию. Этот пакет документов, какой бы там суперспециалиста не был. У нас встречалось такое, то, что нам звонят и говорят, что мы обратились в другую организацию, и нам там за час подготовят документы. Мы в таком случае говорим то, что, а вы возьмите с них договор. Договор с них возьмите, то, что у вас за час, потому что за час подготовить комплект документов с выездом. Исчерпывающий комплект. Исчерпывающий, чтобы не было отказов, получается, в органе ФРС. То есть, вы уже гарантируете, что ваша работа будет выполнена на все 100 из последующей регистрации. Мы, получается, даем фактически, основываясь на своем опыте, то есть, если нужно вчера... Вы готовите документы все необходимые в полном объеме, так я понимаю? Необходимые в полном объеме, если нужны дополнительные какие-то документы на пристройку, на еще что-то. Мы консультируем, как это лучше оформить. Евгений, а вот из практики, я знаю, когда существовала норма в законе, что если человек владеет и не вызывает никаких противодействий и вопросов со стороны соседей на протяжении 15 лет, то этот порядок землепользования уже может быть каким-то образом узаконен. То есть, я понимаю, что границы, как вы правильно говорите, они могут быть условны. Они сегодня есть, завтра там этот столб упал, а мы же понимаем, что это только в последнее время появились новые технологии установки этих заборов с бетонным основанием, металлических конструкций. А зачастую это были обычные деревянные столбы, которые просто сгнивали, вот так вот, скажем честно, в земле. И поставить его четко по тому же положению было бы сложно. То есть, у каждого участка есть история. И вот здесь надо понимать, вот если, допустим, человек владеет на протяжении 15 лет участком земли и ни у кого это споров не вызывает, это может быть основанием, чтобы он уже, как законопослушный гражданин, считал свое право, ну, скажем уже, решенным. Или в этих случаях тоже нужно как-то закрепить это? В этих случаях тоже нужно закрепить свое то, что кто знает о том, что ты законно пользуешься этим земельным участком по факту? Кто знает о том, что ты платишь за него налоги? То есть, личное знание и уверенность в том, что я законопослушный гражданин, мне передал по наследству мой дед, отец, вот этот вот кусок земли, и я вот убежден. Здесь это не, как говорится, не прокатывает. Вопрос другой, что нужно для того, чтобы чувствовать себя спокойным и действительно уверенным в себе, иметь надлежащий пакет документов, четко оформленный специалистами. Правильно я понимаю? Четко, да. Ведь эта проблема действительно очень острая. Для многих сейчас не секрет, что Тверская городская дума в своих рамках создала рабочую группу по красным линиям. Потому что вот люди уже сформировали какой-то порядок землепользования, и долгие годы проживают, ну, вот, скажем, имея там постройки где-то выходящие за то, что называется красные линии, но они не подозревали, что это так. И сегодня, ну, вот, наш муниципальный орган власти в лице городской думы все-таки идет навстречу нашим согражданам. Считаю, что это начинание очень полезное, потому что нужно наводить порядок с городскими землями. Те, кто действительно недобросовестно на общественных землях устроил там какие-то гаражи, там склады и прочее, перегораживая доступ к столбам, коммуникациям, конечно, они должны подвинуться. Но если у людей сформировался и не причиняет неудобств в доступе и прочий, значит, какой-то порядок землепользования, его надлежащим образом нужно узаконить. Но вот здесь, я думаю, что, ну, примет решение той или иной городская дума, но она же не в состоянии будет предложить и оформить пакет документов каждому из участников, вот, у кого такие вопросы возникли. Значит, им, опять же, придется обращаться к специалистам, так? Да, тут вопрос по поводу красных линий. Что такое вообще, в принципе, красная линия? Красная линия — это линия, отделяющая, вот, допустим, линия, отделяющая индивидуальную жилую застройку от других категорий земель. Вот, она, ее не прочерчено на земле. То есть, она раньше складывалась из состояния, вот улица идет, дома строятся, вот она называется красная линия. В дальнейшем, когда был введен град-кодекс, дали определение этой красной линии, и, соответственно, она уже появила, у нее появились границы. Эти границы внесены были в архив администрации города, то есть, за эти границы отвечает, вот, прям, специальный человек, то есть, он смотрит, есть ли возможность выйти за красную линию. То есть, за красной линией зачастую это земли общего пользования, это дороги, проезды, и на этих дорогах, проездах проходят коммуникации. И если человек, не зная того, поставил капитальное строение, пускай гараж, гараж, или даже тот же самый забор на капитальном основании, и говорит... А там проходят сети. А там проходят сети, и он говорит, оформите мне, и такое часто бывает, то есть, оформите мне. Нельзя. А как оформить-то? Тут проходит газопровод, у него охранная зона, то есть, нужно обеспечивать доступ, проход, проезд, а если там стоит забор, как? И этот вопрос, чтобы Государственная Дума не принимала, но он все равно будет иметь именно такой индивидуальный подход, то есть, не везде... Нужно будет решать применимо конкретные ситуации. Вот, ну, это, слава богу, сейчас пока не Государственная Дума решение, а наша Тверская городская. Тверская городская. Вот, для города, я думаю, это серьезная будет подвижка, если наведут порядок вот в ряде этих моментов. Потому что там действительно нужно, ну, помочь некоторым людям решить уже вопросы, которые серьезно тяготят. А недобросовестных, вот таких, скажем, самозахватчиков все-таки тоже это поставит на место. Это тоже мы понимаем с вами. Но у нас ведь есть какие-то земли, которыми, ну, человек длительное время пользуется, но они у него не оформлены. Вот вы помогаете с этим вопросом? Да. В таких случаях, когда к нам человек приходит и обращается, то есть, я вот, у меня есть земельный участок, и сзади моего участка есть дополнительный участок. Я знаю, что этот участок не мой. Вы можете мне помочь сделать так, помочь оформить его? Оформить его, да. Да. То есть, чтобы я им владел на законных основаниях. Конечно, мы можем. То есть, есть определенный порядок узаканивания этого участка. То есть, надо знать его собственника, нужно вот эти взаимоотношения урегулировать. То есть, если они не, если эти земли бесхозные, это одно, если они принадлежат, допустим, это городская земля, это другое, если это еще другая категория, это третья, да, и так вот каждый раз. Вот это вот прилагательное, бесхозное, оно вот к ним вот часто обращаются. То есть, это земли бесхозные, они бесхозными по определению сейчас уже не могут быть, потому что они или государственные, или это, соответственно, земли соседа. К нам обращался человек, который говорит то, что я хочу вот этот участок, который сзади моего, себе приватизировать. Забрать его, да. Да, вот. Ну, это такой прямо эпитет, приватизировать. То есть, у государства этот участок, ну, приватизировать себе. То есть, два способа, или в аренду взять, или, соответственно, выкупить. Выкупить, да. Когда мы стали смотреть, мы по публичной кадастровой карте, то есть, первый ресурс для каждого гражданина, можно его записать прямо, это публичная кадастровая карта. Мы тоже ей пользуемся. Мы посмотрели и увидели то, что этот земельный участок уже отмежован и уже продан. То есть, у него есть уже собственник. А то, что этот человек, который к нам пришел, им незаконно пользовался, ну, это только на нем было. А он говорит, да я им пользуюсь уже пять лет. Но это, об этом никто не знает. То есть, государство, когда выделяло эти земельные участки, этот гражданин... Да, до этого периода его настоящий собственник, ну, не воспользовался этим участком, но, тем не менее, не возникало, очевидно, вопросов к оплате налогов. Поэтому не включен был механизм отчуждения. Или, как сейчас, вот по ряду сельскохозяйственных земель, есть определенные ограничения, я считаю, это абсолютно правильным. Когда они не обухаживаются, надлежащим образом не обустраиваются, конечно, нужно ставить вопрос об изъятии таких земель. Конечно, да. Тем более, если это сельхозка, которая может работать. Я думаю, что есть такие порядки и в других категориях земельных. Естественно, землепользование – это очень серьезная вещь. И здесь надо понимать, что наши интересы заканчиваются там, где начинаются интересы нашего соседа. Поэтому надо уважительно относиться к другим участникам, соседствующим с нами. И тогда мы вправе будем рассчитывать на уважение к себе. Но для того, чтобы избежать острых углов и каких-то неурегулированных вопросов, нужно очень четко и своевременно все вопросы надлежащим образом оформить. Так точно. И именно как, допустим, часто обращаются жители и спрашивают, как мне посадить дом на свой земельный участок. Посадить – это в смысле, куда его поставить. В Градкодексе есть четкая градация, сколько нужно отступить от соседа, от красной линии. То есть это все есть. Мало того, чтобы начать строительство, нужно заказать градостроительный чертеж. Он заказывается бесплатно в администрации, можно через МФЦ заказать. И на этом градостроительном чертеже уже будет пятно застройки. То есть там, где можно построить капитальное строение. А если он построил дом тогда, вот все-таки еще пока полгода дачная амнистия помогает ему вот это строение узаконить? Дачная амнистия, она помогает узаконить то, что уже законно построено. А если он построил на участке соседа и придет к нам и скажет... А на собственном участке, если он это построил? И даже на собственном участке, если он построил с выходом за красную линию или же с отступлением. В любом случае, мы еще раз понимаем, даже если пользоваться вот таким упрощенным механизмом, как дачная амнистия, все равно лучше всего прийти и посоветоваться со специалистами. Для того, чтобы себя обезопасить, для того, чтобы потом не нести вот такие вот расходы по сносу сооружения, по его реконструкции и прочее, прочее, прочее. Потому что, наверное, это станет значительно дороже, чем своевременно и правильно оформить, ну или хотя бы получить консультацию. Конечно, Сергей Николаевич, тут вопрос такой, что всегда лучше предотвратить. Тем более сейчас не нужно искать. То есть, позвоните, даже в режиме телефона, то есть, можно проконсультироваться, спросить, как лучше. Мы за такие консультации денег не берем. То есть, мы готовы... То есть, вы готовы прийти на помощь людям для того, чтобы хотя бы вот даже вот такой кратковременный телефонный ликбез по острому вопросу провести? Правильно я понимаю? Мы это постоянно и проводим. По следующему, я так понимаю, что все равно вы даете подсказку, но вы и предлагаете более глубокий подход с последующим оформлением и надлежащим уже оформлением, да? У нас человеческий подход. То есть, если мы помогли, соответственно, человеку обратиться, он к нам не обратится, это его уже сугубо личное. Бывает такое, то что мы, соответственно, говорим, как сделать. Но все равно есть такие процедуры, как кадастровое оформление. То есть, им должен заниматься именно кадастровый инженер. То есть, у него должна быть лицензия, чтобы внести новый земельный участок, сформированный, или новое строение в управление Росреестра. Любой гражданин, он не может этого. У него не хватит ни знаний, ни компетенции, чтобы... Ну, знаний он может накопить, но это будет равносильно изучению китайского языка, вот того примера, который мы с вами в программе привели. Все-таки лучше обратиться к переводчику, а не изобретать велосипед, не искать длинный и сложный путь. И я думаю, для этих целей как раз есть те, кто на этом рынке уже давно и успешно себя зарекомендовал. В частности, вот компанию, которую представляете вы, именно ООО, геодезическая компания «Геоцентр». Да, так и есть. Находится по адресу улица Мусоргского, дом 12, офис 312. Либо же можете позвонить по нашему... Итак, город Тверь, улица Мусоргского, дом 12, офис 100... 312. А, 312. Да. Отлично. Значит, телефон, давайте еще спокойно напомним. 8-952-092-9212. Друзья, ну я думаю, что вот как раз те, кто сейчас у экранов и у радиоприемников смогут эти координаты для себя усвоить. Больше того, я убежден, что вы еще и представлены, наверное, у вас есть сайт, и, наверное, можно найти. То есть, вот, геодезическая компания «Геоцентр», она представлена и в международной вот этой паутине сети. Геохелпер.ру, то есть, гео – это земля, хелпер – помощник, точка ру. Вот, геохелпер.ру, обращайтесь, посмотрите, на сайте представлена некоторая информация. Если заинтересует что-то, без проблем обращайтесь, зачастую те, кто... Хорошо, сейчас у нас будет короткая пауза, и мы вернемся опять к нашим радиослушателям и телезрителям. Итак, время программы скоротечно. У нас совсем немного времени осталось до ее завершения. Напомню, сегодня в океане проблем, связанных с оформлением и обустройством недвижимостью, нам помогает разобраться Евгений Андреевич Минченко, генеральный директор ООО «ГК Геоцентр». Ну, вот, уже в завершении программы, Евгений, хочу вас попросить обратиться к нашим телезрителям и радиослушателям, что бы вы им рекомендовали. Потому что, действительно, мы постарались в рамках этого часа затронуть наиболее значимые и важные вопросы, связанные с оформлением недвижимости. Но весь круг проблем, конечно, мы обозначить не в состоянии. Вот на чем вы хотели бы сделать акценты и что вы предлагаете нашим землякам, вот, как руководитель компании? Землякам, вот, то, что мы предлагаем, это просто профессиональное оказание геодезических и кадастровых услуг. То есть, если встает любой вопрос по поводу оформления недвижимости, либо оформления строения, сооружений, либо постройка здания, и встает так, что уперлись, не знают, куда идти, просто звонок. Позвоните, и мы со стороны своего опыта постараемся эту ситуацию, но вот за время, сколько у нас организация наша существует, не было такого вопроса, который мы вообще не смогли решить. То есть, к нам человек обращается, мы говорим, не знаем. В любом случае, этот вопрос так или иначе решается. Поэтому, что хорошего у нас есть? Хорошего то, что мы не только помогаем оформлять кадастровые вопросы, но так как мы занимаемся еще и геодезией, мы помогаем решать это в комплексе. То есть, участок покупают не просто так, участок покупают, чтобы построить там какое-то строение, индивидуальное жилое строение, может быть, это вот сейчас промышленное назначение строения. С помощью наших специалистов собственникам проще сориентироваться в последовательности шагов. Что сначала стоит сделать, что стоит сделать после строительства, в какой последовательности. И, соответственно, что немаловажно, прийти к идеальному соотношению сроков и цены. То есть, чтобы не было такого-то, что пришли, а мы говорим одну цену, они позвали в другую организацию, а там сказали в два раза меньше. Если в два раза меньше, это, соответственно, или же это обман, раз, или же это, соответственно, люди хотят просто привлечь, а дальше уже накинуть. Путем накруток. Потому что есть устоявшиеся ценовые, скажем, какие-то нормативы, которые, в общем-то, они на рынке уже сформированы. На рынке сформированы. Если человек изначально говорит ниже, он в любом случае не будет торговать себе убыток. Потому что бизнес, он подразумевает то, что я выдаю качественную услугу и за это получаю, соответственно, вознаграждение. Тут вопросов нет. У нас политика открытых цен. То есть, человек приходит, он сразу видит прайс. Соотношение цены-качество. Цена, вот услуга. Цена, вот услуга. Если что-то дополнительное нужно, это обговаривается. Нет такого-то, что человек к нам пришел, а мы уже дальше начинаем наговаривать. Нет. Поэтому, когда к нам люди приходят, они, попробовав, они, соответственно, говорят о нас своим родственникам, близким. Это, как называется, сарафанное радио. Поэтому спасибо вам, что вы нас пригласили. В том плане, что до этого у нас организация в сети, интернет представлено. А так, кто-то... Ну, из уст в уста, что называется. Из уст в уста, да. Итак, где же вы находитесь, какое время у вас рабочее, как вам звонить и как вас искать в интернете? Очень коротко, потому что... Организация у нас называется ООО «ГК Геоцентр». Находимся мы в городе Твери, улица Мусоргского, дом 12, офис 312. И наш телефон 8-952-090-9212. Звоните, приходите. Постараемся всем, кто обратится, помочь. Большое спасибо за то, что вы помогли сегодня разобраться в интересующих очень многих вопросах. Дорогие телезрители и радиослушатели, мы от души желаем вам, чтобы ваша недвижимость приносила вам удовлетворение и удовольствие, а не проблемы и головные боли. Ну, а оставаясь с нашей телерадиокомпанией, вы всегда будете в курсе текущих событий, и мы постараемся всегда ответить на волнующие вас вопросы. Это была программа «Тема дня», и с вами я, Сергей Рогозин. До новых встреч, друзья!